Чуваки, на самом деле, это вообще не смешно. Я понятия не имею вообще, в каком я буду состоянии в конце распаковки. Кассета Калипсис. Кассета СТРОФА. Мне страшно. Здрасте, храрцы. Меня зовут Ров. Как поживаете, скелеторши, скелеторы, мертвеши и гуляши? Слышите, вокруг уже так и рыщат всякие волосатые создания, летают привидения, невидимки. Черт знает, что они там с нами делают. Ну и ладно, это не важно. Мы ничего не чувствуем. Ну а вас этой темной ночью я хочу пригласить в эту картонную крепость, которую я построил из посылок, что приходили ко мне за последний год, а то и больше. Так что назначивайте свои когтишки. Будем сегодня все это дело раздербанивать и наслаждаться плодами. Располагайтесь поудобнее, наливайте кровяные напитки и готовьтесь к самой легендарной распаковке, что вы видели. Пробирайтесь, заползайте. Добро пожаловать в кассета Ливанию! Субтитры сделал DimaTorzok На самом деле, чуваки, это абсолютно нешуточная сегодня будет распаковка. Все на полном серьезе здесь происходит. Мне кажется, я готовился к этой распаковке всю свою коллекционерскую жизнь. Это реально самая грандиозная распаковка, что я когда-либо устраивал. Это даже будет похоже больше на какую-то спортивную, что ли, распаковку. Я не знаю, сегодня будем просто рвать и метать. Вот он, вот он, наш урожай! Здесь около 25 штук. Чуваки, сколько там кассет внутри, я даже не помню. Я только знаю, что это все от моих друзей приходило. От других коллекционеров, собирателей. В общем, от хороших человечков. Пришло время все, что я накопил, сегодня, наконец-то, разгрести, просмотреть и возрадоваться новым пополнением. Это кассета Гидон, кассета Калипсис, кассета Строфа. Это кассет света. Чуваки, мне очень нужна ваша поддержка сегодня. И ваши скелетерские пальцы вверх меня очень сильно порадуют и наделят силами, чтобы все это сегодня пораскрывать, вот эти чудовищные просто запасы, и вам их показать. Спасибо, что вы со мной. И спасибо огромное моим бусте-харрорцам, ВК-харрорцам, донатерам со стримов. Чуваки, вы меня очень-очень сильно поддерживаете. Я не могу вам нарадоваться. Спасибо за вашу регулярную, главное, поддержку. Благодаря ней у меня силенки-то еще остались. Еще в этих костях их-то какая-то энергия бежит. Спасибо вам за это. Вы меня прям балуете. Ну, а теперь, чуваки, давайте уже будем все это спортивно, быстренько раскрывать. Ну, и, конечно же, щупать, трогать и наслаждаться. Располагайтесь поудобнее и начинаем нашу чудовищную, грандиозную распаковку. Поехали! Так, с чего бы начать? Просто невероятное количество. Начнем с маленькой, чтобы не спятить. С самого начала давайте вскрывать эту маленькую посылку. Так, от кого у нас эта посылочка? Это у нас посылочка от Алексея Сушкевича. Волгоградская область. Гумрак. Давайте смотреть. Раззербанивать. Так, главное не проведить кассету вот с такой радостью. Мы сегодня просто ничего не успеем. Это невозможно. Реально, такого количества посылок у меня еще никогда не было. Посмотрим, как я подготовился к этой распаковке. Газетка. Новости с того света. Сегодня, конечно же, будут одни ужастики. Тематическая распаковка. Надеюсь, вы кайфанете, чуваки, как и я. Ох, церемония. Первая кассета и сразу какая-то дьявольщина началась. Церемония, чуваки. Тут даже нарисован какой-то дьяволец. Шикарнейший паренек. Очень атмосферный сразу артик. Давайте посмотрим сзади. Заценим эту кассетку. Так, что это у нас вообще за кассета? Это у нас получается лицензия от Союза. Сразу лицуха. Первый блин и лицушный. Невероятно. Фильм ужасов. Наш клиент. Отлично. Классные сзади, кстати, картиночки. Мне нравятся. Тоже какие-то черно-белые, что ли? Он что, черно-белый получается? Они реально какие-то чебешные. Смотрим на саму кассету. Есть ли на ней наклейка? Да, чуваки, наклейка есть. Я говорю, первая кассетка у нас сегодня просто сразу шикарнейшая. Только неустойчивая немного. Церемония. Первая кассетка с наклейкой. Я уже дико доволен. Это хороший знак. Хороший знак, чуваки. Церемония. Отлично. Шикарно. И даже есть голограммка здесь от Союза на кассетке. Мы с вами сегодня, как это сказать, не благословлены, а если дьявол... О-о-о-о. Дьявол ищины. Все, идем к следующей кассетке. Что у нас дальше? Давайте с этой стороны доставать. Главное, чтобы все это не обрушилось сейчас на меня. Опа, следующая посылочка. Вскрываем. Это у нас посылка от Бельцева, господина Бельцева, из города Ростов-на-Дону. Сегодня здесь в этих коробках... Лежат части людей, нашинкованные. Нет. Сегодня в этих коробках лежат посылки от разных... Кассетки от разных человечков, как я уже сказал, коллекционеров, продавцов, из разных точек страны. Просто сегодня все кассетки, они сгустились здесь, как тучи. Погнали вскрывать. Просто сегодня путешествуем с вами по разным местам. По всем уголкам наших кассетных территорий. Так. Готово, готово. Скрываем коробочку. Все, я ускоряюсь, я ускоряюсь, чуваки. Кстати, церемонию не смотрел, я забыл вам сказать. Это будет у меня фильмец тоже на просмотр. Впервые буду на кассетке смотреть. Я считаю, что вот такие фильмы, как церемония, скорее всего, по этой обложке, здесь будет монстрик, на котором можно будет хорошенько пофапать и посмотреть, насладиться такой немножко мыльной картинки, чтобы все сгладились углы, ширинки его там и так далее. Да, чуваки, это будет долго. Я погорячился, конечно. Сегодня до утра вскрываем. Кстати, это моя первая ночная распаковка. Сейчас за окном реально стоит ночь. Обычно я снимаю еще при свете дня. Но сегодня у нас особый случай. Начали реально с... улетных кассеток. Просто улетных. Упаковано шикарно, кстати. Чуваки, это кассета птицы Альфреда Хичкока. Птицы Альфреда Хичкока. У меня есть коллекция Альфреда Хичкока, там небольшая. Кстати говоря, вот из этой же серии, там с бочиной нарисован его портретик. Вот есть у меня эти кассетки, поэтому, разумеется, я ее хотел взять. У меня есть Психоз, теперь будут еще птички из этого же издания, из этой же коллекции, из этой же серии. Культовая классика, ну, не заиметь такой в коллекцию, чуваки, просто грех брать на душу. Так что вторая кассетка тоже дико улетная, классика жанра от Альфреда Хичкока. Диваль Видео, а, это не Диваль, это Видеоглобус. Что-то мне подсказывает, что это будет тоже какая-то полупираточка. То есть я не уверен в ее лицензионности. Но кассетка все шикарная, в пленочке, без наклейки на самой кассете, без каких-либо голограммок. Гуленькая, но зато такая обнаженненькая, симпатичная кассета. Шикарно. Птицы. Улетный фильмец в нашу чудовищную коллекцию Альфреда Хичкока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Двигаемся дальше. Следующая кассета. Следующая кассета. Тоже маленькая коробочка. Я сегодня начинаю с таких небольших порций, чтобы мы с вами действительно сразу же тут не спятили. Так, это у нас от кого-то коробочка? Ничего не вижу. От кого? А, неизвестный. Это неизвестная посылка. Я случайно все здесь отрезал и потерял информацию, кто мне прислал. Чуваки, я не помню. Честно, если кто-то узнает свою посылочку, можете в комментах написать. Будет шикарно. Так, вскрываем. Третья посылочка. Маленькими, маленькими порциями. Да, кстати, получается, что здесь, если... Да, Шерлок Роффс, Шерлок Роффс. Здесь, если присмотреться, написано вроде город Москва. Какая-то кассета от земляка, судя по всему. Так, готово. Что же у нас здесь? Я реально, чуваки, я больше половины не помню, что здесь вообще в посылках лежит. Вот реально, я просто все подзабыл. Так что для меня это все сейчас колоссальный сюрприз здесь. Так, тут чувак засунул какие-то флэрочков. Смотрите, флайеры. Разные. Что тут у нас идет? Философы. Великая красота. Вообще, что-то какое-то... Что-то даже не ужастики. Офигеть, сколько флайеров, чуваки. Смотрите, просто песец. Жалко только, что они ужастики. Сейчас нас духи точно будут хорошенько... Хорошенько нас оформлять, так сказать. Сзади такие пихаются и говорят, чуваки, что-то это не по нашу душу у вас флайеры. Где ужастиковые-то флайеры? Все равно большой респект, спасибо за такой приятный подарочек. Не удовлетворительно, Рофф, открываешь посылки, сказал бы моя учительница по распаковыванию. Предмет распакововедения. Так, еще немножечко у нас здесь флайерочков идет различных. Тоже ничего, ни черта из ужастиков, но бумажка всегда нужна. Бумажка всегда пригодится, но вы знаете. Блин, ну это пипец. Это очень крутая кассета, я очень ее хотел. Один из моих любимейших дистрибьюторов, премьер-видеофильм. История с привидениями. Я как раз таки... Я не знал, что есть про привидение кассетка. Я только что про привидение начал говорить, чуваки, это совпадение, реально. Я не видел, что есть она. Эту кассету я заказал, кстати, еще со склада. То есть долгое время на складе оставались кассетки. Премьер-видеофильм. То есть там по прайс-листу можно было выбрать и какие-то забрать. Даже пятнички когда-то там были. Сейчас там, наверное, уже ничего нету. Там было это изображение, вот этой стрёмного привиденец, этой женщины привиденческой. Я прям очень мечтал бы найти этот фильмец. Я не знал, что это вообще в принципе за фильм. Когда я узнал название, история с привидениями, я его сразу захотел и узнал, что есть на кассетке у нас. Это мой любимый пример видеофильма. И это еще и сил. Прям вот не с фабрики, а как получается. Со склада этого дистрибьютора, премьер-видеофильм, была заказана кассетка через электронную почту. Я писал этому человечку, чтобы он мне отправил, мне скинул прайс-лист, я ее выбрал. Это тоже довольно давно было, года, наверное, полтора-два назад. Поэтому, не знаю, может даже больше, может три года назад. Я уже реально не помню. Забыл, что реально я ее заказал. Отличная силдовая кассетка. Здесь мой любимый рубец идет, фирменный по центру, премьеровский. Голограммки снизу, премьер-видеофильм. И даже отиск, наверное, есть, да? И отиск есть, отиск, премьер-видеофильм, чуваки, вот он. Вы его видите, вот он переливается. Отиск, мама! Все хорошо. Чуваки, первые кассетки прям суперсочные, я должен вам сказать. Просто балдежные. Ну, посмотрите на эту обложку, на эту стремную женщину. Я даже эту книжку ставил с этим призраком, с этой девчулей. Специально внутрь, куда-нибудь подальше убирал, чтобы не видеть ее, потому что нереально пугало это изображение. Я вообще боюсь привидений, чуваки, так что шикарное пополнение. Очень доволен, очень рад. Наклейка 100% здесь есть на этой кассетке, я в этом не сомневаюсь. Да, у вас бумажки. Откуда какая-то посуха-то? Это у нас, так, Валентин Боровна. Валентин Боровна, город Череповец. Тоже однокассеточная посылочка. Это я помню, что за кассеткой я ей тоже очень желал. Она у меня должна закрывать квадрологию. Четыре фильма. Квадрологию фильмов. Сейчас узнаете, каких. Тоже очень долго пытался найти ее. Вместе с Сетом когда-то от меня ушла. Короче, это серия. А вот по одной, по одной кассетке получилось все-таки подсобрать. Это четвертый фильм. Четвертый фильм. Как он называется? Адское наследство. Вообще-то Дом 4. Дом 4. Адское наследство. То есть четыре фильма у нас выходило. Вот этого дистрибьютора Агма. Агма Пэ... Агма Пэрэдаэс. По идее, это лицуха. Это лицуха от Агмы. Правда, вот у Агмы, конечно, по наклеечкам всеми голяк. Как-то не балуют они. Но вот здесь есть, конечно, у нас... О, это Викинг, кстати. Викинг для видеопроката. Обалдеть. Нет, лицуха, чуваки. Это лицуха. Вот здесь голограммка для видеопроката. И от Викинг Видео. Не знаю, что Викинг Видео и Агма как-то связаны. У нас такие, как, конечно, коллаборации там были у этих дистрибьюторов. Что только они там не творили. Как они только не спаривались. Здесь просто бесец. Мозг может закипеть, поэтому... Смотрите, немножко продавлена кассетка. Здесь вот видно. Кто-то пытался ей вставить. От большого счастья, наверное. В общем, давайте смотреть. Все ли с ней в порядке. Да, кассетка цела. Все хорошо. Тут еще одна наклеечка. По полной программе. В общем, все хорошо. Да, конечно, наклеечки тут нету. Вот. Ну, О, Агма, у меня сколько не было кассеток. Ну, не видел я от них здесь наклеечек. Ну, по крайней мере, мне вроде не попадались. Может, и бывали. Так, это вообще-то фильм называется. Это дом или нет? Да, это дом 4. Дом 4 называется фильмец. У меня есть первый, второй. Третий у меня... Он либо был, либо будет. Я не знаю, там, как у меня распаковки будут выходить. Я сейчас наснимал дофига. Потихонечку закрывается у меня эта квадрология. Я дико рад. Дом 2. Обожаю первую и вторые части. Третий, четвертый не смотрел. Идеальный фильмец, чтобы поглядеть именно с кассетки. Адское наследство. Немножечко помял. Что ж такое? Плохо закрывается. Адское наследство. Шикарное. Четвертая посылочка. Невероятно. Уже четвертая посылка, чуваки. И сразу балдеж. Сразу очень редкое издание. Очень редкая дырочка у меня закрыта. Шикарно. Так, двигаемся дальше. Ох, что сегодня еще сколько всего? Как это все открыли? Просто не представляю. Смерить невозможно. Как? Переходим к пятой посылке. Пятую посылку. Давайте их же побольше. Отсюда снимем сверху, с чердака. Пятая посылка у нас идет от Евгения Васильевича. Евгений Васильевич Мещеряков. Это у нас город Воронеж. Посылка из города Воронеж у нас идет. Пятая. Давайте вскрывать. Тут уже, скорее всего, будет побольше кассеток. А то что мы все по одной, по одной. У нас был небольшой такой кассетный аперитив. Теперь у нас будет настоящий ланч. Одевайте фарточки. У нас сегодня богатый стол. Кассетный стол. Будем почивать кассетками. Да, чувак, я думал, что здесь будет много кассеток, но оказалось, что здесь немного. Здесь всего их две штуки. Но зато какие. Это не ужастики. Сразу говорю, это не ужастики. Это герой моего детства Кевин Сорба. Полнометражный фильмец. Это у нас Лабиринт Пинотавра. По-моему, последняя. Последняя часть из пяти, по-моему, пять выходила всего. У меня есть Геркулес и Амазонки. Это Геркулес и Лабиринт Пинотавра. Полнометражка, которая перед сериалом еще выходила. И часть третья, кассета третья из сборника Тарзана, которые у меня тоже стоят. Кассета один, два, пять и шесть. Теперь будет третья кассетка. И осталось найти всего лишь одну. Четвертая кассетка осталась. И все, у меня будет полностью сериал Тарзан закрыт на видеокассетах. Это уже именно сериалец был. Я не знаю, сколько из сезонов. Наверное, один, скорее всего, поместился на шести кассетках. По-моему, первая распаковка у меня была на канале. Я там показывал Тарзанчика. Давайте посмотрим, что они кассетки. Они же силдовые, они закрытые. Их невозможно посмотреть, чуваки. Они силдовые, они закрытые. Даже какие-то наклеечки есть. Тут видеосервис написано на этой кассете. Ну, это Агма с голограммой видеосервиса. Ох, чуваки. Ну, что за чертовщина? Ну, как можно со всем этим разобраться? Как с нашими дистрибьюторами можно сварить какую-либо вообще кашу кровавую? Каким образом? Вообще никак. Здесь тоже есть наклеечки. В общем, силд. Наклеек, скорее всего, там не будет. Потому что это Агма. Это Агма. Это вообще пиратка. Кассета. Вот эта вот часть про Минотавра. В лицензии-то не было. Так что пиратки тоже забираем. Пиратки я тоже люблю. И они бывают очень кайфовые и классные. Так что это тоже забираем. Геракла. Шестая посылка. Фу. Поехали. Кого нам приготовила шестая посылочка? Чертовщина! Дьявольщина! Бес пришел. Понеслась. Так, я понял. Я буду на весу ее немножко открывать. А то гигантские посылки пошли уже. И тут пеленочка. Пеленочка. Эта посылка у нас шестая ведь? Шестая посылка. Она у нас из Санкт-Петербурга. Из Питера. Там, по-моему, имени не было написано от кого. Разворачиваем этот кулек. Повеяло. Ветер демонов. Нет, это все-таки был. Фирсов. Это от господина Фирсова из Санкт-Петербурга. Кулечек. Я помню, как я заказывал эти кассетки. Тут интересный будет очень моментик. Во-первых, тут трехчасовочка. Тут идет трехчасовочка. Сын сатаны, чернокнижник и кожаное лицо. Это очень крутое пополнение. Я сейчас трехчасовки тоже собираю. И это третья часть Техаска из небензопилой с подзаголовком кожаное лицо. У меня на DVD-шке есть, на кассетке у меня ее не было. У нас она не выходила, насколько я знаю. В лицензии вообще с полиграфии не видел. Я даже пираток. Поэтому эта кассета шикарное пополнение. Там еще, по-моему, Вига Мортенсен играл в третьей части. Сумасшедшего одного из семейки. В общем, по кайфу. По кайфу. Это шикарное приобретение. Шикарная трехчасовка. Балдежно. Ну, а это уже... Это уже граалик. Первый граалик. Сегодня прям такой серьезный граалик. Это кассета от Varus Video. От Varus Video. Hellgate. Hellgate. Она даже такая большая, что не помещается просто сюда. Кадр. Varus Video. И он второй год. Вообще, чуваки, Varus Video. Она должна быть в синем боксе. Вы не переживайте, что есть черный. У меня есть доноры. Я потом заменю. У меня есть пару синих боксиков с какими-то там документалками. Для развития. Но это не для меня. Я люблю побольше монстриков, кровищей, ужастиков. Так что я заменю от тех кассеток. Ненужных абсолютно документалок. Для врат ада, разумеется. Я для них самая лучшая. Самый лучший боксик подберу. У меня есть парочка. Так что это Varus Video. Varus Video очень редкие кассеты. Их сейчас очень сложно покупать. Они довольно-таки дорогие. Это оригиналочка. 92-й год издания. Тоже шикарное сзади оформление. Вы посмотрите просто на эту рожицу. Я куплен. Я продан с потрохами этой кассетки. Не смотрел этот фильмец. Так что вот с Varus Video. У них обычно там либо дуголосочки, либо дубляжики даже идут. Переводы. Поэтому они прям баловали. И это было такое прям нечто. В кассетном мире такой нонсенс. То, что они так делали. Все довольно качественно. Давайте посмотрим свою кассетку. Врата Ада. Наклеечка есть, конечно. Но это Varus Video, чуваки. У них все время идут наклейки. У лицензионных кассеток Varus Video должны быть наклеечки. Вот такие вот. Здесь она есть. И она оригинальная, да. Еще даже сбоку подписано. Всякий случай. Обалдеть. У меня не так много на самом деле прям кассет Varus Video. Они у меня есть, конечно. Но вот это очень хорошее пополнение. Шикарнейшее. Очень доволен этой кассетке. Забираем ее в коллекцию. Так, небольшая уборка. Прибер... Ааа! Блин. На мусли кассетке немножечко прах свой здесь рассыпали. Едем дальше. Чуваки, седьмая посылка. Седьмая посылка. Оттуда отсюда, здесь выше, да? Давайте отсюда брать. Седьмая посылочка. Это у нас посылка из... От Бородулина Константина. Бородуллин Константин. Город Новосибирск. Погнали. Мне нужен здесь реально какой-нибудь мачете уже. Для вскрытия. Сумасшедшая посылочная резня. Так, тут в посылочке еще одна посылка. Матрешка коробочная. Ну, хорошо упаковано, кстати. Респект. Так, тут человечек написал, подписал точнее, чтобы ровчик не запутался. С одной стороны идет он самый, он самый номер один. То есть это, видимо, то, что я заказывал. А сзади идет бонус. Бонус. Номер два. Просто спасибо, что позаботился обо мне. Сегодня реально такая большая распаковка. Я могу тронуться мозгом. Мозги. Эти штуки, блин, эту ленту вскрывать. Это просто как паутина, знаете. Она такая же липкая. Ее очень-очень сложно открывать. Это надолго. Письмо! Тут есть письмо, чуваки. Еще и письмо. Обалдеть. Давайте зачитаем письмо сначала. Вот это круть. Обожаю такие штуки. А, это Гикнос! Привет, Гикнос! Здорово! Тоже коллекционер, тоже он канал свой ведет. Видосики там на него выкладывал. Блин, просто шикарно. Спасибо тебе большое, дружище. Вот, удачи тебе тоже в коллекционировании. Приятно письмецо получить. Захотелось поблагодарить тебя, Ров. Прими в дар эту новую кассетку. За твои самые крутые видосы, которые поднимают настроение и приковывают к экрану. С самого начала и до конца видео. И смайлик. Радуй... Ой, подожди, что, что, что? Радуй нас кассетогидонами почаще! Константин! Сорян за почерк. Давно не писал ручкой. Вот это аналоговое письмо. Олдскульное, чуваки. Просто шикарно. Спасибо тебе большое сейчас за такие приятные еще слова. И ты как раз вовремя. Кассетогидон. Как раз-таки у нас здесь происходит кассетогидонище. Угадал. Угадал с письмом. Спасибо тебе большое. Еще раз, жму тебе лапище. Такая пасучка, как будто кулечки. В них, знаете, лежат какие-то запрещенные вещества. Но для меня кассетки есть запрещенные вещества. Я же имя долблюсь, вы же знаете. Открываем. Да, это заветная кассетка. Тоже для меня очень хотел. Давайте смотреть. Это Адская месть 2. То есть Тыквоголовый 2. Супер хэллоуинский фильмец. Первая часть. Вторую не смотрел. Но думаю, что это тоже будет шикарно. Классные там спецэффектики. Там тоже ведьмочка есть. Очень мрачный такой фильмец. Короче, рекомендую к просмотру на Хэллоуин. Это вторая часть. Первая у нас не выходила. Тыквоголовый, насколько я знаю. Может быть... А, нет, он выходил от Техновидео. С обложкой. Но это пиратка, как бы, считается. Хотя хорошая. Тыквоголовый 2. А с полиграфией вот только вторая часть выходила. Называется у нас Адская месть. Это видеосервис. Видеосервис. Кассета у нас без наклеечки. Хотя у видеосервиса она бывает. Тут старый видеосервис. По идее, наклеечка здесь должна красоваться. Но ее здесь нет. Ничего страшного. Все, ну, кассета кайфовая. Это подарок от Гекноза. Сколько я помню, он мне прям подарил. Большую сеть Гекноз респект за шикарный подгончик. Мне очень приятно. Пирамида видеосервис, да. Но сама обложечка, сама обложечка, очень похожа на лицензионную, на самом деле. То есть, скорее всего, это лицуха. Просто видеосервисы не всегда баловали наклейками. Да, у нас такие дистрибьюторы. Шалопай. Как их назвать-то? Не всегда любили лепить вот наклейки. От чего это зависит? От настроения, от количества бумаги. Может, они подтирались. Я не знаю, что происходило, но иногда наклейки не было. Вот. Это у нас видеосервис Адская Месть. Шикарная обложка, шикарная кассетка. Прям под Хэллоуин. Даже не знаю, что еще добавить. Это великолепно. Спасибо еще разок. С удовольствием принимаю в коллекцию. И бонус. Это какая-то двойная распаковка получается. Не одна кассета. Нервы сдают. А вы, чуваки, там живы, все хорошо? Ого, мутант. Мутантик. Мутантик. Я ее видел, на самом деле, эту кассету. Но как-то не покупал ее, не зная. То ли настроение было не то, то ли просто она уходила. Я уже не помню. Но спасибо. Спасибо большое, что в бонусы положил. Прикольно. Прикольно. Давайте на обложку посмотрим. Тут реально трапеза, чуваки. Это кассетка для нашего сегодня праздничного стола. Распаковочного. Тут тоже, видите, какие-то скритерские ошметки лежат. Вот. Ну, обложка, конечно, жалко, что здесь какого-нибудь еще монстрика бы не было. Это было бы очень даже кстати. Давайте сзади посмотрим. Что это все за дистрибьютор? А, это Викинг Видео. Это Викинг Видео. Еще есть голограммочка, чуваки. Голограммка есть от Викинг Видео. Наклеечки опять-таки нету. Но у Викингов и не бывало наклеек. Частенько на кассетах. Даже на тех же коллекции ужасов. Они идут на коробочке. Обязательно у Викинг Видео на картонке идет. Наклейка Викинг Видео. И на самой кассетке. А здесь нет на кассетке. Провал. Мутант. Не смотрел, буду смотреть вот с кассетки тоже. Думаю, что отличный будет экспириенс. Идем дальше. Спасибо еще раз, Гекнос, тебе за такой подгон. Очень приятно. Так, давайте я предлагаю немножко прибраться, что у меня кассетки здесь все эти не поместятся. Стол просто рухнет. Давайте их будем складывать. Таким образом, никогда так не складывайте кассетки, как я складываю. Просто сейчас это вынужденная мера, потому что я просто по-другому не смогу их здесь сложить. Временно можно так поскладывать. Тыква не помещается. Какой же праздник без тыквы. О, много тыкв. Это хорошо. Продолжаем. Следующая посылка у нас идет от господина Нефедова. Город Воронеж. Вскрываемся. Эти кассеты точно сегодня полетят под стол в нашем пиршестве. Ой, хотел уже скинуть, а тут уже завернут первый. Что это такое? Первая кассета. Ого. Смотрите. Родственные отношения. Родственные отношения. Не смотрел эту кассету. Не знаю, что это за фильмец. Восьмая посылочка радует нас такой вот кассетой. Я помню, что я ее, как я ее покупал. Я очень долго не мог понять, здесь наклейка оригинальная или нет. Потому что, в общем, там разные виды этой наклейки встречалось. То ли она была другого цвета, то ли другого оформления. Короче, вроде как это тоже должна быть лицензионная наклеечка. Но это не 100%, но вроде как да. Это у нас дистрибьютор Studio 2. Вроде Studio 2. Это даже пираточки у нас считаются. Пираточки с наклейками на кассете. Прикиньте, какой лакшери сервис был у пиратов некоторых. Вроде пиратка, насколько я знаю. Если вы другой информации обладаете, можете Ровчика проучить немного и рассказать ему. Вот ты неправильно все рассказал. Ошибся, ошибся. Я каюсь, да, бывает тоже. Я заговариваюсь, ошибаюсь. Так что мне нравится, когда вы меня поправляете и подсказываете. Вместе мы с вами познаем всякие новые законы лицензионности и все такое. Никаких голограмм здесь на кассете нету. Самый фринанс я, как я сказал, уже не смотрел. Понятия не имею о чем. Ну, конечно, в детстве я бы такую кассетку не взял в прокате. Потому что здесь нету монстриков, как обычно. То есть, наверное, нарисован. Тут что-то такое, знаете, носительно... Такого характера, я бы сказал, непристойного. Не знаю, что-то такое триллероватое больше, мне кажется, этот фильмец. Ну, будем разбираться уже, когда будем смотреть. Я ничего не знаю про этот фильмец, но кассетка любопытная и довольно-таки редкая, между прочим, для пираточки. Так что с удовольствием в коллекцию кассетку эту я забираю. Что же еще там в этой посылочке притаилось? Какие еще завидки? Мне будет сегодня сниться просто вот эти вот... Пленки, полиэтилен, это пупырка. Как я ее лопаю. Вам сядут такие кошмары? Вы бесконечно лопаете пупырку. А она все не кончается. Еще один варус. Блин, я реально забыл уже, что из-за кассеты, чуваки. Сейчас просто испытываю какую-то бурю эмоций. Шквал. Аист. Замороженный аист. Замороженный аист. Аист, ну типа как обледеневший. Лед, короче. Переводится. Это какой-то слэшачок. Мы, по-моему, даже на стриме его смотрели, на Твиче. Чуваки, приходите к нам на стримы, кстати. Вы же помните, да, как мы там хорошо время проводим? Смотрим всякие бимувики, типа такого как раз-таки. Это низкий бюджетный такой слэшачок, насколько я помню. Слэшер. Давайте заценим саму обложку. По-моему, здесь был маньячина в костюме горнолыжника какого-то или лыжника. Я не помню, что это вот в этом духе. И, разумеется, он там все, кто на этот курортик приехал, вроде там студентики приехали на курорт отдыхать, он всех там косал. И с этими лыжными палками или чем-то там, я уже не помню, честно вылетел из головы. Повод пересмотреть слэшачок с кассетки от Varus Video. Классическое оформление. Синий боксик. Все по красоте. Внутри кассета, конечно же, у нас идет с наклеечкой. Ой. Кассетка с наклеечкой. Varus Video. Какого года? 93-го года кассета. Раритет. Супер. Вот эти ранние Varus'ы синенькие, раритетные, из начала 90-х, просто они... Я их обожаю. Понимаете? Обожаю эти кассетки. Ничего не могу свое поделать. Как я уже сказал, они сейчас реально довольно редкие и дорогостоящие, но иногда балуют меня. Человечки такими подгонщиками. Не дешевые бывают удовольствия. Так что спасибо за такой вот прекрасный подарок на этот Хэллоуин. Обалдеть. Когда мы смотрели на стриме, я даже не думал, что у меня эта кассета когда-нибудь появится. И вот она у меня в руках. Заветная кассета. Слэшачок от Varus Video в синем боксике. Великолепно! Уже две кассеты от Varus Video сегодня, чуваки. Две кассетки от Varus Video. Только черненький боксик надо будет заменить. Он меня смущает. Varus Video должно быть в синем боксе. Мама говорила, Varus Video в синем боксе! Гроб должен быть синий, не черный. Точнее, гроб черный, Varus Video в синем боксе синий. Гроб черный, Varus Video в синем. Все, запомнил? Экзамен сдан. Идем к следующей посылке. Вот это. Красненькая. Поехали. Это у нас от господина Ляпенкова. Или Ляпенкова, извиняюсь, если неправильно поставил дарение. Город Орел. Город Орел. Давайте посылочку из города Орла смотреть. Она очень легкая, кстати говоря. Ей можно прямо подбрасывать. Она очень легкая. Не знаю, как ее открывать. Просто здесь нет конца, за который можно ухватиться. В смысле... Просто будем резать ее. Практически сейчас просто кассеты там режут. На живую. Ров неудачник! Криволапый! Не, вроде нормально. Тут очень много пространства внутри. Целая экосистема внутри коробки, поэтому я бы не стал так сильно переживать. Тут еще одна коробка, ну разумеется. Эти матрешки, конечно, чуваки, ну вы затейники. Кто-то забаковывает. Блин, она реально очень легкая. Что тут вообще лежит? Тут аудиокассета, что ли? Или кассетная просто пленка скомканная лежит? Или наконец-то мертвую змею кто-то мне прислал, да? Она уже тут года два-три лежит. Я думаю, что тут пока осталось от нее сельце. Нет, чуваки, тут кассета просто одна. Такая посылка была большая, а кассета всего одна. И опять в пленочке. Сегодня практически все продавцы, кто-то мне отправляет, вот сейчас вот эти посылочки, то, что я раскрываю, реально шикарно-шикарных упаковали. Прям респектую, чуваки. О, помню! Это, кстати, одно из последних моих приобретений, ну недавних достаточно. Фильмец Кра. У меня он есть на DVD-шке. Вот он прям, за ним далеко ходить-то и не надо. Вот он у меня стоял. Кстати, я забыл, что он у меня был на DVD-шке и взял его на кассетке. А теперь он будет у меня и в таком виде, и в таком. Шикарно. Слушай, про какого-то монстрика. Это какой-то, типа, знаете, как будто даже кайдзю, что ли, фильмец, я не знаю. Типа Годзилки что-нибудь. В общем, не смотрел. У меня тут есть тоже всякие такие штуки. Люблю, короче, гигантских монстриков. Большие монстрики – это хорошо. Маленькие – хорошо, большие – еще лучше. В общем, все они хорошие. Все монстрики хороши. Такое вот оформление, описание. Кстати, сзади обложка, как у DVD-шки, была. Я сейчас вам показывал. А спереди отличается немножко. Ну, как можно не взять про гигантского монстра кассету. Причем она продавалась в какой-то общей группе, в которой я даже не состоял, случайно увидел. И прям завалился такой. Забираю, забираю. Здесь кассета – это ASG. ASG, кстати говоря. Дистрибьютор. Лицензирован только для домашнего просмотра. Реально, ASG – кассетка. У меня такие есть несколько в коллекции. Морской монстр. Фантастика. Как же ее достать? Слиплась. Нет, достается, достается. Ну, наклейки никакой нет, конечно, самой кассетки. Респект за бюстгальтеры. Обожаю, когда бюстгальтеры вставляют. Это очень эстетично, очень уважительно. Потому что не кассетки. Чтобы не тряслись катушки, не растрясывались там у нее. Ее две грудинки. В общем, хорошо все сделали. По красоте. Мне такое редко бывает, когда присылают в таком виде. Кассета сама в пленочке. В общем, шикарное пополнение. Еще есть такой вот наклеечка ASG. Хоть и без наклейки. Ну, ASG и такие тоже булавники. В общем, разгильдяи дистрибьюторы. У них тоже ни наклеек нифига обычно нет. Так что... Ну, это вроде как лицуха должна быть. Кра. Шикарно. Идем к следующей посылке. Десятая посылочка. Отсюда. Здесь уже коробки пойдут, конечно, побольше. Гробики такие поувесистее. Тут уже есть работенка для гробовщикорова. Это десятая посылка от господина Корякина. Из СПБ. Тоже из Питера. Давайте поглядим, что она в себе скрывает. Вот не люблю я такие гробы, которые непонятно как открываются. А, вот вроде здесь можно. Мне нужно ножичек побольше, реально. Без суток. Так, ну что, вскрываем, смотрим. Ну, это, чуваки, это не кассета. Я и забыл про эту невероятную коробень. Эти пленки. Я ненавижу эти пленки просто. Так. Достанется, достанется. Все. Это мы скидываем. Это бокс. Коробка для завтраков. Пятница 13-ая. Оригинальная. От Неки. Фирма Неки. Рыбки-груки выпускает. О, была бы мне такая в школе, конечно, я бы с ней ходил. А то у меня, я когда был мелкий, мне приходилось, чтобы из дома я хотел там убежать. Однажды у меня была история. Я взял бокс от Мумии, вот такой вот, знаете, вот такой вот бокс от Мумии взял. Достал кассету из него и в него бутерброды положил. И, короче, использовал как коробку для завтраков. Прикиньте, такая история. Это реальная история, чуваки. Мы с подругой хотели из дома убежать и взять такую коробку для завтраков. А была бы мне такая побольше, было бы шикарно. Обалдеть. Смотрите. Пятница 13. Я забыл, что здесь не только кассетки будут у нас сегодня. Ну, знаете, когда кассет света происходит, там всякие из-под земли еще артефакты вылезают. Там просто оползни всякие. Вот нас оползли в виде такой коробочки для завтраков. Пятница 13. Мне кажется, обалденнейшее пополнение. Я большой фанат Пятницы 13. Ждите скоро от меня. Будет топ, топ всей франшизы Пятницы 13. Все фильмы про Джейсона. Все разложу по полочкам и расскажу, какой мне больше, наверное, с какой меньше. Так что это прям... Давайте посмотрим, что внутри. Давайте посмотрим, где тут открывается такая штучка. Я помню, тут должны быть сюрпризы. Она не пустая, эта коробочка, понимаете? Не пустая. Во-первых, в ней идет такая вот чашечка. Стакан, видимо, для чая. Для чая, для кофе или для крови. Обалдеть. Смотрите. Тоже обложка оригинальная к первому фильму. Супербалдеж, чуваки. Вы так полюбуйтесь на это. Она откручивается. Такой... Это термосик, понимаете? Термосик. Вон, тоже написано NECO. Реально термосик. Красного цвета. Блин, да обалдеть. Вот это отличный подарок для ребенка, для малыша. Для меня малыша. Вот был бы... Мне бы в детстве подарили такую коробочку. Родители. Я был бы просто на седьмом небе. И что-то еще тут у нас лежит, чуваки. Что-то еще в коробочке припасено. Давайте посмотрим. Я-то знаю, что это такое. Я помню. Я помню, что здесь. Честно, понятия не имею, что... Я знаю, что это, но не понимаю, как с этим работать. Как с этим пользоваться. Сейчас вы сами, наверное, опешите просто от того, что увидите. Я впервые с таким столкнулся, на самом деле. Опять пленочка. Все, вот эти пупырки. Это еще не конец. Серьезно, я не знаю. Я не знаю, что это такое. Это маленькие-маленькие дисочки. Это маленькие дисочки с пятницы 13-го. Вот как хотите, так и понимаете. Маленькие дисочки. Даже, скорее, я бы сказал, дискеты. Дискеты. Каждой частью пятница 13-го. Такая вот у них картиночка. По-моему, у них у всех одинаковая. Да, были бы они еще разные. Это вообще цены бы не было этим малышам. Вот, я взял в руки. Это часть восьмая. Давайте с другой стороны посмотрим. С первой части начнем. Так, они как-то открываются, интересно, эти. А, они достаются вот так вот. Оп. Что это такое, чуваки? Я не знаю. Мои такого никогда в жизни не было. Это дискеты или диски. На чем их смотреть? ТДК. И какие-то небеса нарисованы. ТДК. H-O-80. Это мини-диск. Это мини-диск. И на нем записана первая часть. Пятница 13-го. На других другие части. Чуваки, чудо какое-то это. Я не знаю, что это такое. Серьезно. Я такое впервые встречаю. Понятия не имею, что это. На чем их смотреть? С чем их кушать? Ну, согласитесь, это балдежно. Это балдежно. Тут у нас идет первая часть. Вторая. Третья. У них, правда, у всех обложки одинаковые. Но сбоку подписано. Сбоку подписано название. Тюки, если вы знаете, на чем можно посмотреть этих малышей, напишите в комментах, пожалуйста. Просветите ровчик, а. Я реально, я с такими никогда не сталкивался. Не буду лукавить, тут врать. Вот. Я не видел таких десочков, поэтому... Меня продает спросил, хочешь, я тебе положу в подарок, в коробочку. Я говорю, да, да, пожалуйста. Такой десертик мне не повредит. Короче, очень любопытные штучки. Восемь фильмов здесь, на этих маленьких, на этих мини-дисках. Вот и перекус, чуваки. Ну, блин, и сама коробка с облогой к первой части. Обалдеть. Ее прям на полочку поставить вот так вот. Она, кожда, немножко у нее есть какие-то дефектики. Она немножко помята, видите. Но в целом по кайфу. Блин. Мой внутренний ребенок, мой внутренний Джейсон сейчас просто возрадовался. Этому подарочку. Ой. Я ударил черепка. Обидел его. Вот так вот все вкладывается, вот это стаканище. И такой скобочкой металлической пригинается. Десочки. Полный комплект для похода в младшие классы. На урок. Хоррорология. Хоррорведение. Десятая посылка. Юбилейная. С пятницы тринадцатой. Я в восторге. Переходим к следующей. Одиннадцатая посылка. Приступаем. Отсюда. Это от моего хорошего друга Паша Островского. Вы знаете Пашу. Он тоже везде меня поддерживает. Главное, советами своими. Из Мончегорска. Шикарно. Из северных мест. Ледяная посылка. Паша тоже мешал много посылок. Я уже запутался, честно говоря. Что в какой было. Не помню, что конкретно в этой. Давайте посмотрим. О-о-о. Кстати, отлично упаковано здесь, видите. И легко для меня. Сразу, видите, можно распаковать. Ну, здесь для волосача. Фильм про волосача. Про братца. Моего любимого братца. Правда, не мой любимый фильмец. Я не перевариваю, честно, американского брата. Американского брата не в Париже, конечно. За этот графоний ужасный волосачок, который уже был сделан. Я его с тех пор с детства не пересматривал, тогда как испугался. Именно графония, а не фильма. Так больше не смотрел. Я там в начале сцене с Эфелевой башни пыли, получат забавное. По РНТВ показывали. Но кассетка все равно шикарная. В коллекции иметь надо дырочку закрывать. У меня есть кассета. Вот эта конкретно. Вот она там здесь стоит. Вот она у меня уже была. Американский оборотень в Париже. Но у меня это пираточка. А это лицензионная кассетка с наклейкой. У меня не было наклейки. Так что эту кассетку не первой свежести. Пиратской свежести я выкидываю. Там все хорошо. Это было подготовлено. Это трюки все поставлены профессионалами. Не повторяйте этого дома ни в коем случае. Кассетка жива, все хорошо. Эту кассетку я беру себе в коллекцию. Американский оборотень в Париже. Как я сказал, фильм, да, конечно, мне не нравится. Но я коллекционирую не только те фильмы, которые мне нравятся, но и те, которые закрывают какие-то дырки. Это фильм про оборотня. Я люблю оборотни, поэтому в коллекцию я его забираю. Вот наклеечка идет. Это издание «Пирамид видео». Сейчас тоже очень сложно найти этот фильмец. Вот именно в полном фарше, чтобы все было на месте. Чтобы была наклейка американский оборотень в Лондоне. Чтобы была граммка видеосервиса была. Да, это же видеосервис, подожди. Чтобы голограммка была на месте. Чтобы наклеечка была тоже спереди на месте. На самой кассетке нарисована. Здесь запрещено желтенький значок. Тоже признак лицензионности. И сама полиграфия шикарная. Короче, кассета полностью лицензионная. Полный фарш. «Пирамид видео» про нелюбимого оборотца. Но я так доволен, на самом деле. Паш, спасибо. Я забыл реально, что эта кассетка меня уже ждала. Я уже отчаялся. Тоже думал, что не найду никогда эту кассетку в коллекцию себе с наклейкой. Но... Аллилуйя! Волосатая. Смотрим дальше. Все, я уже с радостью забыл, что есть другие кассеты были. «Извне». Кассетка «Извне». У меня есть тоже «Извне» в коллекции где-то. Или нету. Я уже забыл, честно говоря. Нет, у меня нет коллекции «Извне». Я как раз-таки в распаковке где-то здесь и ждал эту «Извне». «Стюарт Гордон» по Лавкрафту. Фильмец. Тоже классные практически спецэффектики. Хороший фильмец. Ну, не мой любимый, конечно, у «Стюарт Гордон». Мне больше там реаниматор нравится. Какой-нибудь догончик. Но это тоже шикарное издание. Шикарное пополнение. У меня не было в коллекции. Без наклейки, правда. Хотя это «ИАшка». «ИАшка», конечно, они порочные. Порочные дистрибьюторы. Все время чего-нибудь у них не хватает. То голограммка, то наклейка. Но на самой коробочке наклейка. Голограммка есть на коробке с фильмом. Но кассета сама, конечно, горенькая практически. Небольшой такой вот золотистый басфик. А так ничего больше нет. Так что это такая полупиратка или какая-нибудь сублицензия может быть. В общем, полупиратка, полулицензия. Для кого как? Для кого-то полупиратка, для кого-то полулицензия. Ну, как со стаканом, знаете. В общем, все равно голограмм... Чуваки, вот сейчас первый приступ у меня. От такого количества кассет случился. Я ломаюсь. Мне нужна ваша поддержка, ваша помощь. Полиграфия хорошая. Полиграфия качественная. Мне нравится. Вот, смотрите. Балдежная. И здесь есть отиск. ЕАшный у ЕАшечек тоже отиск. Не всегда встречался. Здесь он есть. Не понятно. 50 на 50, короче, лицензионность. Вроде как лицензионная, вроде нет. Наш запутанный рынок лицушечек. С нашими дистрибьюторами не соскучишься. Извне шикарное пополнение. Следующая кассетка, которая здесь идет. Что это вообще такое? А, Шоссе в никуда. Ну, это Линч. Это высокохудожественное кино. Я в Линче не особо секу. Типа не нравится человек-слон. Там вот это вот все. Но Шоссе в никуда. Очень странный фильмец. Я его один раз смотрел очень давно. И я не помню, в каком состоянии был. То ли я был в таком состоянии убитым до просмотра. Либо я получил это состояние благодаря просмотру этого фильма. Поэтому я ничего не помню. В общем, на кассетке все прикольно в лицензии иметь. Тоже без наклейчик. Без всего. Но голограммки какие-то присутствуют. Это у нас тоже пирамида. Лицензионное издание. Ну, это такой даже не ужасик. Триллерок на психику давит. В общем, не совсем наш клиент. Но все равно, я говорю, я в коллекцию, пожалуй, куда-нибудь там внизу себе поставлю. Чтобы был на заначку. И последняя кассетка в пашной посылке здесь у нас идет. Дикий сердцем. Я не помню, чтобы я такую заказывал. Это, видимо, моей бабушке кассета пришла. Покойной. В общем, не знаю, чуваки, серьезно, что это за фильмец. Но есть Николас Кейдж. Ник Кейдж! Наш любимый Ник Кейдж. Не смотрел я этот фильмец. Мне нравится Ник Кейдж. Что в последнее время он балует там всякими собирателями душ. Там балует вот эти. Мэнди мне нравился. Тоже уже относительно старый фильмец. Но тем не менее. Короче, с Ником Кейджем посмотрим, что это будет от ЕА. Тоже без каких-либо значков, рачков и так далее. В общем, ничего нету. Никаких наклейчик без галтеров. Голенькая кассетка. Но есть голограммка на самой кассете вроде, да? Есть же? А нет. Ничего нету. Паша, не знаю, как так получилось. Как это залетный ко мне Ник Кейдж попал. Ну, спасибо. Все прикольно. Тоже откладывай себе сюда. Давайте. Это не ужасы. У нас сегодня все-таки марафон ужасов. Их положим, куда-нибудь поставим. Вот сюда пока что. Спасибо еще, Паш, большое тебе за подгон. Особенно за оборотня. Оборотень с наклейкой просто. Ну, это мастер в коллекции. Переходим к следующей посылке. Следующая посылочка 12. Переходим уже за полночь. За полночь перебираемся. Это у нас посылка от Алексея Куцевола. Тоже хороший продавец. Многие, я думаю, знают Алексея Куцевола. Из Новосибирска. Много у меня посылочек от него приходило. Это вот первая сегодня в распаковке. Думаю, здесь будет что-то вкусненькое. Он тоже меня баловал разными пополнениями. Давайте посмотрим. Вскроем этот ящик. Пандоры. Тетрадки. Какие-то флешбеки школьные, стрёмные. О, это круто. О, это, чуваки, это посылка уважаемая. Я просто их в разнобой все разложил. Я не помню, что где лежит, поэтому... Но это шикарнейшее. Это шикарнейшее. Начнём с лёгких... С лёгкой кассетки. Тоже не ужастиковая. Но бигбоксик от Лазер Видео. Бигбоксики, вы знаете, кассетки я не очень сами люблю по качеству. Но вот сами боксики, они, конечно, хороши. Большая картинка. Большая полиграфия. Если их ставить лицевой стороной, прям по кайфу может получиться. Вот кассетка, конечно, в таком состоянии средненьком, я бы сказал. Она немножечко покосана. Её облапали хорошенько в своё время. Была такая кассетка лёгкого поведения. Но давайте заценим её, посмотрим. Это «Враг мой». Враг мой. Фильмец не моего детства. Но детство, возможно, от чьих-нибудь родителей. Потому что его в СССР ещё крутили вроде там с дубляжом. Всё как полагается. Фантастика. Очень клёвый сюжет, кстати говоря. Чувак и пришелец встречаются на планете. Они враждуют. А там они должны как-то сосуществовать. В общем-то, как горбатая гора в космосе. Хотел сказать, но нет, нет, не это. Там они такие дружбаны. Беременны там становятся. Ой, ладно, всё, не буду. Чего-то я слишком много всего рассказываю. Прикольно, как они взаимодействуют. Они типа враги, но они должны типа сосуществовать. И они там в итоге становятся... Что между ними становится, я не знаю. Вот вы и узнаете, чуваки. Враг мой. Посмотрите, этот фильмец прикольный. Хорошая такая фантастика. В «Бигбоксике». Я, как уже сказал, «Бигбоксик» такой повидавший немножко виды. То есть он, да, видите, уже отодранный как следует в некоторых местах. Ну, фильм, конечно, культовый, насколько я знаю. Причём мне рассказывали, что он культовый именно у нас был. За рубежом он не был таким уж культовым. «Бигбоксы» очень-очень красивенькие. Оформление, конечно, шикарное. Смотрите, тут прям пришелюга. Пришелюга! Балдёж. Просто балдёж. Я балдею. И, конечно же, принт выбит на самой кассетке. То есть суперлицензия от «Лазервидео» в «Бигбоксике». С удовольствием в коллекцию забираю. Давно хотел её. У меня она должна была появиться уже очень давно, но она у меня ушла от меня. Убежала. Тогда я должен был её из «Планеты обезьяны» ещё получить. Но тут реально очень много коцок. То есть коробка не очень хорошо хранилась. «Лазервидео» этим грешны, да. То есть тем, что коробочки красивые, но очень мякотные. Мякотные такие, мягенькие. К ним надо хорошо относиться. Лапать аккуратненько. Здесь всё-таки, видимо, хамское было отношение к этой кассете. Ну, а я так понимаю, что у Алексея тоже такая уже попала. Следующее, что в этой посылке идёт, следующее, что в этой посылке идёт, это просто... Просто нечто, можно сказать. Да, можно так сказать. Мне даже... Мне, чуваки, страшно. Очень долгожданное... Долгожданное пополнение для коллекции. И опять вот в этой плёночке. Пупырка. Кошмар моей жизни. Он и кассет не попортится. Всё, готово. Смотрите, что у нас здесь. «Ночь кометы». Не смотрел «Ночь кометы». Кстати, хотел очень давно её поглядеть. Тоже вроде ужастик должен быть. Это довольно редкая кассета от «Викинг Видео». С полным фаршем. То есть это полностью лицензия. Шикарно, шикарно. Смотрите, здесь даже голограммка есть от «Викинг Видео» сбоку. Вот она, переливающаяся голограммочка. И кассета с наклейкой. От «Викинг Видео» это большие раритеты, когда кассета попадается именно с наклейкой. Вот она, «Ночь кометы». Обалдеть. Просто балдёж. И на самой кассете ещё голограммка с «Викингом» этим, переливающимся «Викинг Видео». Вы же знаете, что здесь ещё «Викинг» нарисован. Если там приглядеться, там будет «Викинг» переливаться. Не знаю, здесь будет видно или нет. В общем, в других распаковках я уже это показывал. Кассета «Викинг Видео» с наклейкой. Наличайшая штуковина. Я сказал, что здесь будет, да, здесь будет много раритетов от Алексея. Но это должен быть ужасен. Я помню, потому что я в «Поисках тьмы» есть такая документалка. По-моему, он там был. Я его не смотрел, но в списочек добавил. Так что вот с кассетки буду теперь просматривать. Шикарное пополнение. Следующая кассета — это «Слэшачок». Слэшер-фильмец. Олдскульная игра в прятки. Тоже обложка, кстати, прикольная. С такой девчуле сумасшедшей. Шрик. Что-то гай... No... High and go Shrik. High and go Shrik. Назовется кассетка. Назовется фильмец в оригинале. Тоже не осмотрел. Тоже в списке на просмотр есть. Поэтому кассету просто зацепил своими клешнями и забрал себе, чтобы потом смотреть уже на телеке-пузанчике. Совершить ритуал с этой кассетой. С ней какое-то такое... Визуальное соитие! Классно, классно. Игра в прятки. Закрою глаза, считай, до 10. По-моему, это прям слэшер должен быть такой. Из конца 80-х, да. Сама кассета идет от Vest Video. Vest Video тоже мне нравится, но у них тоже надо подбирать кассетки, чтобы лицензионные были. Это полностью суперлицензия. Да что же этот скеттер сегодня точно у меня погибнет? Чуваки, это кассета с наклейкой от Vest Video. Старенький еще Vest Video, как вы видите. Старый у него логотипчик здесь. И сбоку тоже присутствует эта же... Да, сбоку Vest Video голограммка. Полный фарш на этой кассетке со слэшером. Я собираю в свою коллекцию разные слэшер-фильмы. Поэтому этот ужастик с удовольствием принимаю в свою норку. Шикарно! Просто суперлицуха. Тоже дико доволен. Балдеж. Нужные вещи, чуваки. Эта кассета по Кингу. У меня она где-то вроде даже была. Вот она. Была у меня кассета нужные вещи. Эта кассета на замену. Потому что у моей кассеты нужные вещи по Кингу не было наклейки, а у этой кассеты наклейка есть. Так что я ее забираю себе в коллекцию. От EA, когда наклеечка есть на кассеты, тоже лютая раритетная штуковина, когда наклеечка присутствует. Правда, здесь нету никакой голограмки, к сожалению. Но наклейка есть. Уже по кайфу. Так, на самой коробочке, на самой коробочке тоже нет никаких наклеечек. Отсутствуют наклеечки. Видите, ничего нету. Но это EA-шная кассетка. Я говорю, у них все время какая-то шиворотна-выворотцы. Непонятно. Тут что-то есть, что-то нету. В общем, я не знаю, что с ними вообще делать. Но за наклеечку... Это же настоящая наклеечка. Ну да, настоящая должна быть. Я зацепился и взял. Хотя бы наклейка есть, уже отличается от моей версии. Обожаю. Хотя мне больше книжка. Это тот случай, когда нравится книжка, чуваки. Да, я мало читаю. Но вот в данном случае книжка мне очень понравилась. Фильмец, конечно, чуть-чуть поменьше. Хотя фильмец из детства. У меня был на сборнике, я его смотрел. Короче, по Кингу фильмы тоже собираю. Тоже в коллекцию с удовольствием себе захавываю эту кассетку. А куда ее поставить? Офу, чуваки, да, теперь есть и дух перед такими кассетами, которые следующие будут. Это... Тут нужно... Нужно подготовиться. Давайте начнем с этой. Глаза Лоры Марса. Он что-нибудь говорит эта кассета о чем-нибудь? Мне вот говорит. Тут, конечно, ничего не написано. Вообще ничего. Непонятно, почему я взял эту кассету. Почему я взял кассету с этой женщиной? С этим личиком на обложке. Почему, Рофф? Зачем ты ее взял? Что это такое? Что за муть? Что за мелодрамы? Я тебе так вот скажу. Что за фильм? Я понятия не имею. Я его не смотрел. Он... По сценарию Джона Карпентера. Причем во времена Хэллоуина, по-моему, где-то выходил, около того периода. Тут сценарий Джона Карпентера. То ли история, то ли сценарий. В общем, здесь на коробочке это не написано. Ну, по крайней мере, крупным шрифтом. Я здесь мелкие не читал. Да. И более того, это какая-то пиратка. Какая-то пиратка от Onyx Video. Я такого даже не знаю. Я помню, не было кассеток от Onyx Video. То есть какой-то ноунеймчик. Но, чуваки, я собираю фильмы по Джону Карпентеру. Даже если написано в лучшей традиции Джона Карпентера. Там, вот я не любил так писать. Или что-нибудь такое. Я, кстати, кассетку собираю, конечно же. Здесь причастен мой любимый режиссер, Джон Карпентер. Тоже довольно редкая штука. Я ее, честно говоря, не видел до этого. Сама кассета без каких-либо наклеечек. Но это, я говорю, это пиратка. Такая лютая причем, судя по всему. Так что, вот такой вот подводный камешек. Кто бы мог подумать? Да. По сценарию Джона Карпентера фильмец. Ну и самое главное пополнение из этой посылки. Это фильм «Черная звезда». Чуваки, ну это первый фильм Джона Карпентера. Еще, по-моему, в студенческие годы он его делал. С другом Дэном Бенноном они там делали. Первый его фильмец, это его, можно сказать, дебют в кино. «Черная звезда» с этим красным шариком пришельческим. Конечно, умора та еще. Кто-то сейчас двигает по фазе с этим чуваком. Я смотрел, конечно, можно упороться с этого фильма. Но, тем не менее, для коллекции первый фильм моего любимого режиссера Джона Карпентера обязательно я хотел заиметь. И просто совершенно случайно вот у Алексея фильм оказался. Тут есть косяк, кассетка стерта немножко. То есть там только конец фильма записан или начало, я уже не помню. Но кассета оригинальная. Очень трудно найти, я ее один раз в жизни встречал и сразу мне удалось вырувать. Так что я даже не раздумывал. Это пиратка, тоже лютая пиратка. Вот какого-то Валдиса. Латвия, Рига. Это латвийская пиратка, чуваки, еще ко всем прочему. Обалдеть. Вот космический корабль написал, он Даркстар. В общем, это супер раритет. Я не знаю, не видел больше реально ни разу ее в продаже. Первый фильм Джона я с удовольствием его забираю. Полетел-ка я тоже в космос от восторга, короче, с такими кассетками. Чуваки, просто настоящий балдеж. Походу я вообще, получается, чуть ли не закрыл всю коллекцию Джона Карпанта у себя на кассетах. Теперь у меня есть еще и его дебютный фильмец. Реально, время сегодня какое-то чудес получилось. Фух, мне уже плохо. Я не знаю, как я дальше буду распаковывать эти кассеты. Меня уже, честно говоря... Я от них сейчас с ума, с ума, с ума скоро буду сходить. Кладем их сюда. Главное, чтобы все это не упало и все мои пополнения не канули в лето. В лето. Не ели пол, как Бэтмен завещал. Это была 12-я посылка. Переходим за полночь к следующим. Поехали. Так, ребята, черная звезда пролетела. Переходим на сверхкосмическую скорость. 13-я посылка. Счастливая. Вот эта. Эта посылочка у нас от господина Бельцева из города Ростов-на-Дону. Вскрываем. Вскрытие. Точно все это упадет. Проверим меня на удачу. На удачливость. Они прям трясутся. Буду вскрывать здесь. Кулечек очередной. Ну, смотрите, уже к 13-й посылке. Вроде наловчились немного. Просто как тортик нарезаем. Так, что это у нас так... О-о-о-о! Обратцы возвращаются. Вой, шестая часть. Пиратка. Ну, Вой я не смотрел после, по-моему, третьей уже части, или даже второй, где там Христофер Ли играл. Очень хочу их все посмотреть. Остать марафон. Там дикий трешачок должен быть. Дикая волосня. Какой-то грим. Но там оборотцы должны быть прямоходящие, как мне нравятся. Такие вот волосачи прямоходящие в гриме должны предстать. Поэтому я очень хотел бы посмотреть. У нас Вой очень сложно собрать все Вой. Потому что они выходили в разных изданиях. Пиратки. Первая ли в лицухе от видеосервиса выходила стоит. Короче, с Войми тоже очень сложно. Сложно все собрать. Поэтому в пиратки с удовольствием этот Вой забираю. А, это не пиратка! Это нифига не пиратка! Это мастерко! Я только что увидел. Мастерко! Да, они суперупорные. Просто посмотрите на это оформление. Я уже показывал мастерко в упоротых обложках. Один из самых упоротых дистрибьюторов. Ну, тут даже по этой обложке видно с этим болчком. Вой, шестая часть. Не смотрел. Что же меня там ожидает? Вот и узнаем. Вот и посмотрим с этой кассетки. Это тот фильм, который надо смотреть именно с видеокассеты. Тоже я вам рекомендую и себе, и вам посмотреть его с видеокассеты. Думаю, будет точно зрелище. Тут, конечно, будут дешевые спецэффектики. Но за счет того, что будем смотреть их на телеке, на стареньком, все будет сглажено и очень даже сексапильно. Вой, шесть. Ну, образцы, я говорю, я собираю фильм по прооборотням. Прооборотням. У-у-у! У-у-у! Очень редкая штучка, чуваки. Максимально редкое теле. Теле мертвецы. Это пиратка. Редкий фильмец я вот тоже не смотрел. Я про него наслышан. Я хочу его посмотреть. Редчайшая пиратка теле мертвецы. Тоже довольно дорогая. Встречается крайне-крайне редко. Соответственно, без каких-либо наклейчик. Тут какая-то есть. Ну, голограммка, я имею в голограммке нету. Названия фильма тоже нету. Но это известная пиратка. Этот пиратка не выходила у нас в лицензии, поэтому в пиратке тоже его с удовольствием забираю. Теле мертвецов. Теле, чуваки, мертвецы. Мертвецы на телике. О чем можно еще мечтать? Уже название очень сильно интригует. И картинки сзади тоже интригуют, кстати говоря. Поэтому очень доволен. Шикарное приобретение. И третья кассетка здесь идет. Охота на оборотня. Еще одна кассета про оборотня. Но это просто тоже подгончик специально для меня. Охота на оборотня. Чуваки с Тимом Карри. Моим любимым пеннисвайсом. Моим любимым роки-хоррором. Шоу ужасов роки-хоррора из Трансильвании сексуальной. Обожаю. Просто балдеж. Обложка тоже дико упоротая. Это пиратка. Судя по всему. Причем сделанная под ЕА. Но это явная пиратка. У ЕА не совсем такое оформление. Ни наклеечек, ничего не... Хотя нет, подождите. Ну да, это явная пиратка. Если ничего нету на самой кассете. Такой черный волчок у нас. Да и сама обложечка видно такая. Немножко мутноватая, но все равно. Я этот фильмец и в пиратке забираю. То есть очень сложно многие фильмы найти в лицензии. Так что... А это еще и оборотец. В общем, Охота на оборотня не смотрел. Что-то уже более новенькое, судя по всему. 2001-2001 года. Начало... Верните мои нулевые, пожалуйста. С удовольствием ознакомились тоже с фильмецом. Целых два фильмеца про оборотня, чуваки, в этой посылке было. Еще и вой шесть. Охота на оборотня и шикарнейшие телемертвецы. Звеличайшая пиратка, о которой я тоже очень долго мечтал. Шикарное пополнение в тринадцатой посылке. Великолепно. Действительно удачная. Переходим к следующей посылке. Отсюда. Так, как бы мне не сойти с ума, реально. Заигрываем с кассетными богами здесь, чуваки. На нервах им играем. Рискованная распаковка. Самая большая распаковка. Самая рискованная распаковка. Чуваки, я забыл, что я заказывал эти кассеты. Я думаю, у меня уже никогда не появится. Эта посылка должна была быть тринадцатой. Я думаю, вы уже догадались почему. Я не помню эту посылку, чуваки. Я не помню, что я это заказывал. Давайте смотреть. Ну, тринадцатая должна быть потому, что здесь у нас уже просвечивается Jason X в пластике. Сейчас мы его вскроем. У меня есть Jason X в пластике, но там, к сожалению, кассета не та. Как оказалось, там заменили пленку в видеопрокате. И там другой фильмец. А здесь у нас лицензионный Jason X. И все должно быть с ним хорошо. Вроде бы должен быть проверенный. Jason X. Один из тоже любимых моих фильмов из франшизы 5. Мне все нравятся фильмы 5.13 в принципе. Но Jason X это фильм второй вроде фильмец, где я увидел Джейсона. Поэтому у меня ностальгия тоже вызывает. Еще и Джейсона в космос отправили. Еще он здесь как в Терминатор ходит. В общем, обожаю Джейсона X. И теперь у меня будет уже нормальное издание, лицензионное. Вот пример видеофильм в пластиковом боксе. Тоже все атрибутики есть. Но это пример видеофильм, чуваки. Здесь грех жаловаться. У них все время все на высоте. Все хорошо. Наклеечка. Голограммка присутствует. Джейсон X. Просто-просто балдер. Ой, оно еще в таком состоянии шикарнейшем. Просто нулевом. Очень-очень сексапильно выглядит кассетка. Все, забираем коллекцию Джейсона X. Обалдеть. Призрак глубины. Из-за обложки. Купился на этого чувака на обложке. Ну, мне нравится. Есть призраки, скелетеры, монстрики. И все вот это вот приправлено какой-нибудь, не знаю, чертовщиной. Загробным миром каким-нибудь. Я все. Я это все хаваю. Мне это все нравится. Кушаю. Это Lizard Video. Лицензионная кассета. Лизарды у нас опускали лицензии. Всякий тоже трешачок часто у них выходил. Кассеты все тоже с наклейками должны у них идти. Внутри рекламки присутствуют. То есть я Lizard тоже люблю. Да, он такой более поздний уже дистрибьютор. Но все равно. Лизарды мне нравятся. Ящеры молодцы. Рептилоиды. Черная наклейка призрак из глубины. Не смотрел этот трешачок. Скорее всего, фильм какой для ТВ3 должен был быть. Знаете, такого пошиба. Дешевенький. Типа sci-fi какой-нибудь, не знаю. Давно уже видел эту кассету. Давно ее хотел себе в коллекцию взять. Забыл, что я ее приобрел. Прикиньте. Теперь у меня она будет шикарно. Еще немножко пластика, чуваки. Еще немножко пластика. Давайте смотреть, что нам тут подложили. Какие еще вкусности монстриковые. Мозг, не уходи. Погоди. Мозги. Мне нужны мозги. Серьезно. Сегодня очень нужны. Давайте смотреть. Проклятие 2. Проклятие 2. У меня есть проклятие 1. Вот оно. Проклятие 1. А теперь у меня есть проклятие 2. Одно проклятие хорошо, второе еще лучше. Дырка-то закрыта. Шикарно. Теперь у меня 2 проклятия. Я доволен. Я счастлив. Я не очень люблю японские фильмецы, на самом деле. Японские джей-хорроры. Джей-хорроры и все такое. Но, тем не менее, такие культовые вещи, как звонок, там звонки, вот это вот проклятие. Ну, любой уважающийся коллекционер ужастиков должен себе это заиметь. Потом я... Вкусы тоже меняются. Я могу потом тоже их еще как захотеть. Как захотеть, так и... А! Вот это. А, это я первое, это свои показываю. Давайте смотреть. Проклятие 2. Суперлицензия. В пластиковом боксе. Дистрибьютор также Lizard Video. Тоже внутри рекламка присутствует. Кассета сама с наклейкой идет. Тоже черненькой. Шикарно. Сбоку тоже голограммка Lizard Video присутствует. Ну, такие кассеты, конечно, это... Это балдеж. Балуют, балуют меня. Спасибо. Дом мертвых. Проклятие 1, кстати. И рекламка внутри, на внутренней части бокса. Ну, то есть, на обратной стороне обложки нарисована. С удовольствием принимаю в коллекцию. Чуваке забыл, что эти кассеты... Я их покупал. Серьезно, я не помню. Тварь. Недавно такая кассетка на стриме у меня была уже. То есть, у меня теперь дублик получается этой твари. Это клево. Дублики мне тоже нравятся, как в магазине. Ставишь один, второй, третий за ними. Короче, достаточно... О, там еще один. По кайфу. Будем создавать магазин, видеопрокат у себя дома. Ровчик плохого не посоветует. Захламляемся по полной программе. Тварь. Не смотри, вот эту тварь. Как будто здесь будет по какому-нибудь Халку. Да, не знаю, такие цвета еще. Зеленая лапа. Скорее, нет. Тут какая-то лягушка нарисована. Короче, фильм про монстрика. Тоже фашиба ТВ-3 какого-нибудь, мне кажется. Тришачок. Мы такой любим. Мы такой, кстати, на стримах тоже смотрим на Твиче. Так что, в общем, коллекцию, лицушечку, твари. Обязательно забираю. Шикарное приобретение. Так, переходим к следующей кассетке в пластике. Еще одна тут у нас лежит. Тоже по каких-то земноводных. Там лягушка была. Здесь тоже какой-то рептилоид, судя по всему. А нет, это человек-комар. Чек-комар. Я наслышан про эту серию. Кассеток там, по-моему, человек-личинка есть. Человек... Какие там еще чуваки-то есть? Я уже не помню. Чек-скелетр, конечно. Чек-скелет. Чек-личинка. Чек-комар. Человек-крокодила. Не помню. Ладно, крокодила не было. Человек-москит. Это же москит. А, человек... Нет, это человек-комар. Чек-акула. Вот. А у меня в руках человек-акула. Первая кассетка мне попала из этой серии. До этого у меня вроде не было таких вот. Тоже классная обложка. Я бы на такую купился в свое время в детстве. Похож на чек-комфибию немного, да, такого? Только по-взрослому. Здесь все по-взрослому. Какие зубки. Какой ротик. Лицуха. Супер-лицуха от меломана, кстати. Помните, я в Бешкеке тоже ходил по барахолкам, искал? Там вот Кыргызстан, Казахстан. Это меломан. Лицензия как раз-таки из тех краев. Шикарно. А так CP Digital. Surdigital. Ну, внутри, конечно, тоже наклеечка есть. Все предполагается. Здесь она еще и цветная, да. В кассетках вот меломана, вот в этих вот казахстанских, каргызстанских них, наклеечка всеми цветная шла. Что очень выглядит сочненько, как я считаю. У наших кассеток обычно наклейки просто названиями. Хорошо, если там буквы стилизованные. Или принты, как у лазера видео. Но вот наклейки цветные. Это прям такая редкость. Так что прикольная кассетка. Человек-кассета. Немножко пластика к нам подоспела. Кстати, чуваки, я забыл сказать, откуда вообще эта коробка пришла. Я же не сказал, да, я уже все, у меня уже мозг просто плавится. Коробка от Рулева Евгения. Димитровград. Димитровград. Евгений Владимирович. Коробочка с кассетками. Отлично, вполне должен сказать спасибо тебе, большущая, Евгений. Я уже и подзабыл, что здесь лежало. Чики, вы тоже смотрите на эту трясущуюся кучку? Потому что я на нее только гляжу, честно говоря. Так, здесь уже идут кассетки у нас в картоне. Пластик я тоже очень люблю, особенно из видеопроката. Но картонки, это наше все. Это вообще суперклассика. У-у-у. Это кассетка. Эту кассетку я вам на этой распаковке не покажу. Я покажу ее вам на следующей распаковке. Я уже отснял распаковку недавно. И она будет следующей после этого, и вы там эту кассетку увидите. Будет небольшой для вас сюрприз. Это у нас Зловещие мертвецы 1 и 2, трехчасовочка. Ну, трехчасовочки я уже сказал вам, чуваки, я собираю. Теперь тоже я почувствовал вкус. Вот этот суровый вкус, безобложечный. Просто грубая черная форма. Три часа кайфа олдскульных фильмецов. С классными одноголосовыми переводами того времени. Чуваки, вот такие интересно проверять даже, что там за переводики, какое качество. Но это мы еще потом посмотрим. Зловещие мертвецы у нас, чуваки, вы знаете, не выходили в лицензии. Они выходили от техно-видео, там три фильма объединенные. И выходила первая часть еще в разных пиратках. Вот. Но сегодня, возможно, мы еще к этому вернемся. Может быть, это не последний Зловещий мертвецы, который нас сегодня ждут. Но трехчасовочку в коллекцию обязательно забирают. Это по кайфу. Еще одна трехчасовочка идет от Евгения. Зловещие отражения и сканер полицейский. Сканера полицейского у меня тоже не было. Это вроде как спин-офф к сканерам, насколько я понял. Если ошибаюсь, так не поправьте в комментах. Но вроде да, вроде так. Одна вселенная. Что только за счет отражений, тоже не знаю. 1994-1994 год. Тоже трехчасовочка. Шикарная, шикарная штучка. Тоже у меня скоро появится отдельная полка, на которой я буду ставить трехчасовки. Будет такой отдельный уголок в нашем видеосалоне. Конечно, они такие вот кайфовые. У них есть свой стиль. Строгий стиль. Просто буквы, ничего лишнего. Что-то в этом есть, согласитесь. И олдскул, он так и веет от них. Прямо реально, это энергия. Хорошо. И еще одна кассетка. Дориан Грей. Адвокатский... А, дьявольский адвокатский. Дьявольский портрет. Дориан Грей. Дьявольский портрет от Союз Видео. Возможно, даже с наклеечкой. Сейчас посмотрим. Глянцевая такая обложечка. Саксапильная. Качественная. Ну, сразу видно, что это лицуха. От Союза. Не смотрел Дориана Грей. Знает про эту картину. Всю историю. Наказал, что это больше мелодрама, что ли. Я не знаю. Что там ужастика вообще в целом было? Ну, да, чувак не стареет. Тоже мне проблема. Вампиризм, да, немножко попахивает, кстати говоря. Так, давайте посмотрим. Да, наклеечка есть. Дориан. Дориан. Еще тут играет Малкольм Макдауэлл. Макдауэлл. Из Заводного апельсина. Заводной Малкольм Макдауэлл. Шикарно. Его всем приятно увидеть тоже. В общем, это хоть ужастик вообще или нет? Мистический триллер. Тоже принимаем. Но обложка классная. На самом деле, на обложке купился. Вы видите, да, здесь вот эта картинка. Что за рожица тоже? Кайфовая. Я говорю, я принимаю по обложке. Да, я такой чувак приземленный. Знаете, просто вот. Сужу по обложке, понимаете? Сужу по внешним качествам. А потом уже смотрю сам фильмец. Ну, да, я люблю, когда меня коробочка должна меня завлечь. Личика должна меня завлечь. Обложка должна меня завлечь. Как в видеосалоне в старые добрые времена. Приходишь, смотришь. О, классная, классная картинка. Я хочу это увидеть. Сзади по своей скриншотике. Увидел рожица Малкольм Макдауэлл. Кстати, не то, чтобы очень хорошие скриншотики. Хотя нет, там что-то прикольное кровавое есть. То, что-то происходит. Все. Немножко описание почитал. Тролливали. Тут подрали. Тут убили. Тут кусали. Я это беру смотреть. Все, продано. Вот так это должно работать. Эту кассетку тоже беру в коллекцию. Ну, на обложку купился, чуваки. Да, купился на обложку. Шикарно. Спасибо Евгению еще раз за такой классный подгончик. Уже давно, кстати, не писал. Тоже говорю, где моя посылка? Чуваки, сегодня все посылки вскрываются. Вообще все. Сегодня день икс. Фух, у меня уже из-под ног реально земля уходит, чуваки. Это у нас была посылка номер 14. Посылка номер 14. Давайте уже здесь тоже попробуем пораскладывать. Небольшой порядок навести. Вот так вот. Это, 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 это я не знаю вообще, что будет дальше, я не представляю. Так, здесь делаем еще небольшой такой алтарь, кассетный. Кассетный алтарь у нас здесь намечается. Будем сейчас вызывать кассетных демонов. Сейчас будет еще больше кассет, еще больше ништяков, редкостей, раритетов. И я чувствую, кого-нибудь мы точно вызовем. Какого-нибудь пленочного монстра. Переходим к следующей посылке. Какая из них тяжелее. Вот это вот. Поехали. Это посылка номер 15. Номер 15 от Алексея Куцевола. Опять из Новосибирска. От хорошего продавца Алексея Куцевола. Давайте посмотрим, что он еще прислал. Я говорю, что здесь будет несколько посылок от него. Эта распаковка играет на моих нервах. Серьезно. Гигантская, гигантская посылка. Напичканная, насыщенная. Разруха, разрушение. Все, ничего не сдвинулось, все на своих местах. Все в порядке. Так, давайте ее как-то аккуратненько так подскроем, чтобы вы... Не видели раньше времени, что здесь за сладости лежат. Вот так вот. Итак, первая кассетка. Мумия Принц Египта. Недавно у нас был марафон мумий на Твиче. Мы там смотрели фильмницы про мумию, всего три посмотрели. Вот с этого фильмеца мы как раз-таки начали Мумия Принца Египта. Там бинты, по-моему, летали. Очень прикольно, кстати, было. Вот, обложечка такая. Напоминает немножко, да, фильм с Брэданом Фрейзером. Сомерса. Немножко напоминает. Самую малость. При том, что он вышел вроде как раньше, насколько я помню. По-моему. Или в то же время плюс-минус. Короче, сыграли наши дистрибьюторы на популярности мумии. Прям как будто бы это какой-нибудь спин-офф или продолжение. Типа того. Вот. Но бинты прикольные там летать. Там пару моментиков есть забавных. Но в целом фильм такой, ну, средненький. Средненький фильм про мумию. Опять это ЕАшка. Екатеринбургарт. Это лицензия, чуваки. Здесь все по полной программе. Вот эта вот наклеечка 100% есть. Она прям наклеена, не напечатана. Запрещено. Желтая наклеечка. Здесь у нас штрих-кодик. Но это не показатель ничего. Вот. Давайте посмотрим на саму кассету. Есть ли на ней наклейка? Наклейки на ней нет. Я уже обрадовался. Я уже все. Я уже у меня была надежда. Ну, ладно. Наклейки нет. Зато здесь есть такая вот голограммка. И наклеечка с Hi-Fi стерео. На самом деле тоже обязательно атрибут у ЕАшных лицензий. Но слона-то нету. Наклейки-то нету. Все. Наклейки нет. Вот я реально. Просто буловники какие-то. Ну, что творят? Реально. Ну, все хорошо. Даже наклейки. Коробочка супероригинальна. Тут вообще ничего не скажешь. Ничего не попишешь. Но сама кассета, конечно, немножко подвела. То, что она без наклейки основной. Ну, такое себе удовольствие. Но все равно. По кайфу. Я про муми тоже. Фильмится собираю. Поэтому с удовольствием принимают кассетку. Следующая кассета как раз-таки у нас на хэллоуинскую тематику. Про хэллоуин. Фильм про ведьмочек. Хокус-фокус. Хоть он и детсадовский вроде там. Ничего страшного быть не должно. То есть это не ужастик, да, вроде. Но все-таки это хэллоуинский фильмец. Хокус-фокус. Я про него наслышан. Такой детсковадый фильм про ведьмочек. Но он считается культовым. И во всех списках фильмов на хэллоуин он присутствует. У меня в оч листе я его не смотрел. Вот как раз на кассетке буду глядеть. Это лицушка от... Получается, от кого у нас она? Это лицушка от видеосервиса. Разумеется, с наклеечкой. Видеосервис обязательно должна быть наклеечка. Здесь она присутствует. Фокус-фокус. Вот даже какая-то печатка стоит на самой кассетке. Здесь все по высшему разряду. Голограммка. Буэна-Виста. На самой обложечке у нас идет наклейка с запретами. Что хороший знак сразу же. По-моему, у них отиски тоже бывали. Да, тут отиск есть. Я не знаю, вот тут он по наклейке этой спрятался. Но отиск тут присутствует. Все в порядке. Кассета лицензии. Тоже голограммка. Все запреты. Короче, это суперлицушка. Правда, кассетка без пленочки. Но все равно в очень хорошем состоянии. Фильм про ведьмочек на хэллоуин. К моменту, когда нам здесь будет тесно уже с духами. Потому что их слишком много. Чернокнижник. Ох, как давно хотел я заиметь, поиметь эту кассетку с наклейкой. Потому что у меня есть чернокнижник. Вот он здесь стоит. Где-то здесь. Вот он. И понимаете, у него, вот у этого чернокнижника моего, ну, не было наклейки. От ЕА я говорю, ну, это беда большая у Я какого-то с Мумией, кстати. Беда. Нету наклейки у них постоянно. Здесь же тоже такая же проблема у моего чернокнижника была. Ну и наконец-то мне вот Алексей прислал кассетку. Ой, у которой, у которой, наконец-то, наклеечка все-таки будет. Давайте посмотрим на нее. Вот она. От ЕА. Особенно это старые ЕАшки. Вот это старое издание. Это до 2000. Это вообще 96-й год Екатеринбург-карт-кассетка. У них частенько наклеечек так не встречалось. В общем, бывали такие всякие суп-лицензии, непонятки происходили. Так что я очень доволен, что все-таки эту кассету с наклейкой я себе заимел. Все. Теперь я счастлив. Давно хотел уже чернокнижник с наклейкой. Тоже культовый фильмец, культовый ужастик. Был один раз просмотрен. Тоже под Хэллоуин, считаю, шикарный фильмец. То есть тут колдун, ведьмун. Кто он? В общем, вот он. Тоже колдунья мужского рода, короче. Тут чувак. Так что можно смотреть на Хэллоуин и кайфовать. Но голограммы, конечно, нету. Я говорю, вот опять-таки какой-нибудь косячок, какой-нибудь червячок такой в яблоке присутствует у Екатеринбург-карт. Вот нету наклейки, понимаете? Но ничего. Главное, что наклейка есть с названием фильма. Это самое важное. Тоже. Еще ранние лицензии от я. У них здесь сбоку голограммок нету. Ни отисков. В общем, ничего. Такие горяхонькие. Простецкие кассетки. Но лицензионные. По арту сразу видно, по качеству полиграфии. Обалденские. Просто обалденские. Так что, ты, дружок, пойдешь уже скоро на скамью запасных. Переходим к следующей кассетке. Следующая кассетка у нас в больнице доктора Франкенштейна. Я не знаю, что это за фильмец. Просто тоже купился на обложку. И Франкенштейн присутствует. Если есть Франкенштейн, это уже веет ужасами. Кассета от премьер-видеофильма. А, подождите. Вест. Это Вест. Это Вест Видео. Я уже заговариваюсь. Кассета от Вест Видео. Есть наклейка? Нет наклейки. Увы. Ну, блин, старые Весты тоже. Чревато отсутствием наклеек. Не смотрел этот фильмец, но купился тоже на обложку. Какая-то больничка нарисована, госпиталь. Так, следующая кассета. Мультик Люди в Черном. У меня просто есть вторая, третья, четвертая. Их всего четыре вроде у нас выходило от видеосервиса. Тоже кассетки. И мне первой просто пузырец не хватало. И вот теперь у меня закроется дырочка в моей коллекции Люди в Черном. Какой-то фанат Люди в Черном, получаюсь. На самом деле, просто не люблю, когда вот есть дырки. Люди в Черном все подсобрал. Теперь на душе всего спокойнее стало. Вот, это шикарная кассетка тоже с наклейкой. Полный фарш. Все как полагается. Даже есть голограммка видеосервисная. Ну, она, правда, немножко подстерт. Кто-то покорябал, поцарапал. И качество хорошее самой кассетки. Хорошо сохранилось. Ну ладно, мультики я вообще стараюсь не собирать, особенно. Я не фанатею, не упарываюсь по мультикам. Но, я говорю, дырку не смог не закрыть. Прям вот свербило у меня. Переходим к следующей кассетке. Ну, здесь звонок. Первый звонок. На самом деле у меня и в пластике эти звонки есть. Вот, пожалуйста, вот он у меня стоит в пластике. Первый звоночек. Теперь у меня будет еще и в картоне. Потому что они выпускались и в картоне, и в пластике. Вот у меня есть звонок 2, звонок 0. И будет звонок 1. То есть у меня теперь и в пластике подсобрано... Ой, в картоне. В картоне подсобрано. И в пластике подсобрано. Просто можно жонглировать этими звонками, этими кассетками. Вот. Пластике. Звонок 2. Звонок 1. Японский. И японский. Звонок 1 в картоне. И тут звонок 2. звонок 0 еще. Вот мне в пластике звонка 0, кстати, не хватает. Он псих, он собирает он собирает кассеты во всех экземплярах. Летучая мышь прилипла к пятке. Да, я такой изврат. Мне нравится и в пластике подсобирать, и в картоне подсобирать. Вот так вот я на всех сторонах нахожусь. Не могу выбрать сторону, помогите определиться. Напишите комментов, а больше пластик нравится или картон вот с кассеткой? Реально интересно. Я все-таки за картон. Я люблю мягенький картон. Пощупать, полапать. На нем еще отпечатки остаются. Такой классный. Кассета звонок. Я уже говорю, что я небольшой фанат японских ужастиков, но звонок классный был. Я его смотрел, кстати, на Хэллоуин как-то давно. Прям вот у нас в сам праздник сидел, на ночь смотрел. И мне очень понравилось там. То, что не было таких прям скримаков, довольно такой тихий фильм, но при этом пугает больше какими-то психологическими приемами. Короче, наклеечка присутствует. Кстати говоря, тут прям изображение есть, хоть она тоже такая желтая, то есть не цветное в принципе. Ну, цветное в смысле мы поняли. Не разноцветное. Но присутствует. Интересная очень наклейка на кассете. Синий Макс. У нас в оставшие из-за до выходило. Четыре части от Синий Макса. Тоже лицензионный дистрибьютор с наклейками. В общем, все по полной программе. Хорошая кассетка. Забираю с удовольствием. Кассета из детства. Двойной дракон. Обожаю. По-моему, здесь Карцев переводил этот фильмец. Кассетка из детства. От Союза. Союз Видео. У меня есть тоже она в коллекции. И тоже идет на замену. Вот она у меня. Есть. И без наклейки. У Союза наклейки должны быть. И здесь она есть. Чему я дико рад. Двойной дракон. Обалдеть. Тут играет мой любимый Роберт Патрик. Жидкий терминатор. Тоже очень классно здесь были чуваки. Там особенно в морге сцена крутая была. В общем, мне очень нравится этот фильмец. Хотя он такой тоже упоротый немножко. И немножко тут и единоборств, и драчки, и погони всякие. Монстрики даже есть классные в морге. В общем, рекомендую к просмотру. Для ребенка я вообще просто кайфанул и улетел конкретно под этот фильмец. Двойной дракон с наклейкой. В коллекцию просто обалденнейшее пополнение. Так, это тоже на скамью запасных у нас потом отправится. Вот так вот я заменяю кассетки без наклеек. Свою коллекцию с наклейками. И у меня уже коллекция набирает вес. Да! Это еще не все, чуваки. Алексей просто наложил конкретно мне кучу стаффа шикарнейшего. Ночные кошмары. Не смотрел этот фильмец, но хотел. Тоже в списке у меня он есть. Вообще не знаю, про что он даже не спрашивает, чуваки. Но выглядит многообещающе на самом деле. Это, судя по всему, пираточка какой-то. Рингс. Не знаю такого дистрибьютора. Кэнон, Сага. Не знаю. Тут даже по-русски не написано, что за дистрибьютор. Скорее всего, какая-то пираточка. Но какие здесь изображеницы. Роберт Ингунд. Тут еще и Роберт Ингунд, а режиссер Тоби Хупер. Чуваки, ну все продано. Тоби Хупер, папаша Техасской резни, мой любимый. Роберт Ингунд, наш папаша Фредишный. Мастер Сноуф. И ночные кошмары называется фильмец. Какая-то связь наверняка есть. В общем, тоже не жалею, что взял. Конечно, без наклейки кассета, потому что все-таки, ну, пираточка. Без всяких голограммок. Но такую штучку мы, конечно, берем. Князь Дракула. Чуваки, ну, я не знаю. Конечно, обложка здесь полная фуфло, как по мне. Что это за чел? Какой-то секс-символ, видимо, был, я не знаю. Но меня она не очень покупает. Но, блин, Дракул название есть. Я говорю, вот, в больнице Франкенштейн я взял. И Дракул тоже схватил. Ну, типа, тематически, про вампиров. Почему бы не взять? Ну, какой-нибудь, может, у Порта что-нибудь окажется. Я, в принципе, у Порта и фильма люблю, поэтому тоже стопроцентно качественная наклеечка присутствует. Вот она, ну, как бы, видно, что наклеена. Запрещено. Есть голограммка. Это Екатеринбургарт. И есть наклейка Князь Дракула. Что-то новая наклейка, нового образца. Есть нового у Яшек, есть старого, есть уже нового. Вот это полный фаршик от Я называется. Голограммки, наклейка на кассете 100%. И даже сбоку есть голограммка Екатеринбургарт. Вот такими кассетки от Я и должны быть. Здесь никаких претензий, но такое встречается весьма нечасто. Поэтому вот, собственно, я ее и взял. Князь Дракула отправляется к нам в замок кассетный. Шикарно. И последняя кассетка в этой посылке. Святые из бундука. Тоже для бабушки взял с дедушкой. Будут смотреть, развлекаться. В общем, взял просто так. Не знаю, почему я взял. Я не знаю, как оно сюда попало. Давайте все это разложим теперь. Красивенько. Ночные кошмары. Еще одну стопищу сделаем кассет, чтобы еще больше риска было в нашей распаковке сегодня. Чтобы все это шаталось. Я, на самом деле, не знаю, что вообще дальше будет. Как мы дальше будем с этим всем справляться. Просто не представляю, чуваки. Серьезно. Давайте вот сюда эти поставим. Во! Шикарно. А эти уже будем во второй ряд накладывать. Ух, мне надо попить. А тут еще одна кассетка оказалась, чуваки. Прикиньте. Еще одна. Я и пропустил. Я пропустил кассету. Срочно вскрываем. Это мультик какой-то. Бонусная кассета. Сейчас воду доставал. Увидел, что там кассета на дне осталась. Одной коробке. Я уже не помню, кто ее прислал. Тоже, наверное, Алексей? Вроде. Да-да-да. Но это тоже мультик моего детства. Я не смог устоять. Это Розовая Пантера, чуваки. Мультик моего детства. В детстве просто тащился от Розовой Пантеры. Именно от мульта. Не от фильмов вот этих вот там. С этим чуваком. С Мартином. Ой, как его звали? С Стивом Мартином. А именно от мультика. Просто обожал Розовую Пантеру. Очень редко попадается. У нас она выходила в лицензии в картонных боксах. Вот, не помню дистрибьютора. Но это тоже суперлицушка. Но хоть я ее и урвал. Золотая коллекция. Да, золотая коллекция мультфильмов. DVD-магия. Миришфилмс. В общем, лицушка. Лицушка с Розой Пантеры. Тоже. Тоже кассет с наклейкой идет. Что невероятно меня радует. В детстве мне папа и альбом Стопани не покупал с этой Розой Пантерой. И тоже мультики по телеку показывали. У меня какая-то дикую онстальгию вызывает Роза Пантера, честное слово. Не знаю, балдел я с этого чувака. Просто нравился и все. Даже не могу объяснить, почему. Ну, это чисто понастальгировать. Под подушкой слезы пропускать. Продать, посопливить. В общем, взял себе Розу Пантерку. Это самая грязная еще распаковка из всех, что у меня были, чуваки. Поверьте на слово. Розу Пантерка.